Сейчас утро 30 июня, июнь заканчивается. Конец июня радует хорошей погодой, но налетают частенько сильные шквалы и дожди тоже практически каждый день начали идти. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны излишек влаги тоже ничему хорошему не приводит. Самое время провести обзор участка. Что растет на участке, очень коротко. Вот это безрассадные помидоры, которые были отсажены с грядки, где они растут в основном составе. Они рассажены по свободным местам и видно, что уже немножечко подтянулись. Это лук, который растет из чернушки, из семян, тоже с ним никаких проблем. Подрастает. Вот это помидорки, которые отсажены рассадные с грядки. Это излишки рассады, тоже уже начинают завязывать воды. Это клубничка лорд. Лорд еще пока не плодоносит, но ягодки только-только начинают краснеть. Вот они, первые ягодки. Это клубничка однолетка, усы прошлого года. Видно, что завязи довольно много. А рядышком клубничка уже взрослая лорда. Она развивается немного медленнее, но завязи здесь зато гораздо больше. Надеюсь, вся она будет плодоносить. Вот это лук-шалот. Вот это многолетние луки. Подрастает свекла. Никаких с ней проблем. Здесь пастернак. И корневая петрушка. И некоторая отсаженная капуста на свободные места. Грядочка морковки тоже выглядит довольно неплохо. Единственное, что прошел дождик, и все растения грязные, потому что прошел дождь с сильным шквалом. Ну, вроде бы ничего не поломало, особенно, по крайней мере. Так что все нормально. Попутно, раз уж рядом нахожусь, покажу домик. Идет разборка домика. Крыша уже снята. Разбираю и распиливаю на дрова доски. Ну, и так дальше. То есть, работы здесь довольно много. Арбузики. Арбузики отстают, но понемножечку начинают подрастать. Если лето будет жаркое, шансы еще получить урожай не потерянные. Зелень уже некоторая. Она уже отходит. Вот это рукола индау. Крест-салат витаминный. Обычные салаты. И шпинат, оставленный на семена. Салат в разгаре. Надо использовать. Активно его поедаем. Но еще довольно много. Вот эта зелень, она немножечко попозже посеяна. Здесь укропы различные. Петрушки разных сортов. Базилик взошел вот неплохо. Пожитник. Мангольд. И все такое прочее. Ну, с зеленью проблем никаких нет. Капуста, посеянная сухими семенами 7 мая, потихонечку подрастает. Вот видна помидорка вот там, висит уже на кустике. Это кукуруза. Тоже растет более или менее нормально. Один из сортов. Вот это детерминатные помидорки. Крядочка. Ну, помидорки все восстановились. Активно цветут. Завязывают плоды. И плоды уже начинают понемножечку крупнеть. Конечно, еще не крупные. Но все-таки уже плодики есть. Несмотря на то, что днем жарко, ночи холодные. И на ночь приходится прикрывать. Должен извиниться за шум. Это работает бензогенератор электрический. То есть электричества сейчас нету. Приходится своим пользоваться. Это был шквал. И где-то что-то повредило линию электропередач. И вот пользуемся своим электричеством. С чесноком проблем никаких нет. Растет хорошо. Стрелки выламываем. И с успехом используем для еды. С щавели своих семян взошел нормально. И подрастает. Вот это грязненькие огурчики. Очень сильные грязью забрызгало. Но хорошо хоть не поломало. Это апрельские зазуля. ТСХ гибриды. Растут нормально. И по-моему здесь еще сманул гибрид. А вот эти вот тоже гибриды. Другие взял на пробу. Тоже пока растут. Но не все. Вот здесь вот видно нету ничего. Здесь просто выломало ветром. Прям вырвало практически с корнем. Все огурчики. Оказались они очень нежные и не выдержали. Ну, других сортов я думаю хватит. Здесь другие сорта кукурузы. Здесь эта тройная сладость подрастает. Это в качестве кулис для огурцов здесь посеяно. Ну, к сожалению, кукуруза еще маленькая. И огурцы от ветра не защищают. Вот это отсаженная капуста с той грядочки, где я уже показывал. Это пионы пересаженные с другого места. Вот здесь, если кто помнит, росли очень красивые желтые тюльпаны. Но они, к сожалению, очень быстро отцвели. Были выкопаны. И переправил их на чердак. На просушку там луковицы подсохнут. И будут храниться. А на этом месте высажены скромные бархатцы. Они тоже выглядят очень красиво. Это патиссоны и кабачки. Они уже активно идут в рост. Надеюсь, с ним будет в порядке все. Это дыньки подрастают. Все грязно, но делать нечего. Такой был дождик со шквалом. Это индетерминатные помидоры. Вот здесь в парничке. Тоже полностью восстановились. Сделано посынкование, подвязка. И помидорки подрастают. Первая подкормка тоже сделана всем помидорам. Кое-где уже появляются завязи. Помидорки активно цветут. Самое главное, что они восстановились после холодов. Выглядели ужасно. Ну, я надеюсь, с помидорками будет все хорошо. Здесь немного щавеля оставлено на семена. Поскольку свои семена я собираю в щавеле. Вот они уже начинают завязываться. Ну, картошка тоже подросла. К сожалению, появляются жуки. Их, к счастью, немного. И собираем их вручную. Но уже есть. Есть еще немножко кукурузы. Это чесночок. Вот это баклажанчики. Ну, баклажаны очень сильно отстают. Гораздо сильнее, чем помидоры. Но, тем не менее, все-таки начинают восстанавливаться. Цветут и даже завязи есть небольшие. Это взошла моя любимая брюква. Каждый год выращиваю некоторое количество брюковки. Для зимнего хранения и потребления схода состоялись. Надеюсь, урожай будет нормальным. Несмотря на сильные ветра и парнички, и вот эти вот. Хотя их, конечно, очень сильно потрепало. И вот эта вот тепличка пока уцелели. Ну, повреждения, конечно, есть. Но незначительные. Их удалось ликвидировать. Кое-где кое-что порвалось, скажем так. В тепличке тоже растут индетерминатные помидорки. Вот здесь они чувствуют себя вполне комфортно. Помидорки подвязаны к шпагату. Вот так. Они подкормлены, посынкованы, подвязаны. Поливаем и рыхли. Здесь более-менее микроклимат получше, чем все-таки в открытом грунте в парничках. Поэтому здесь помидорки выглядят посильнее. Тоже уже начали образовывать первые завязи. Ну, где-то здесь я видел. Вот помидорки уже начинают появляться. Ну, и в других местах тоже. Кустики здесь формирую в один-два стебля. Поскольку высажены помидоры довольно густо. И так они тут и растут. Особых никаких проблем нет. Главная проблема, выдержала бы тепличка ураганы. Если бы нас зацепил ураган тот самый сильный, который в Барнауле натворил дел некраемо, пошел бы по центру, я думаю бы, дело было бы, конечно, гораздо хуже. Вряд ли выдержала бы эта тепличка. Потому что поликарбонатовые теплицы разрушало. Ну, к счастью, этот сильнейший ураган миновал нас стороной. И, надеюсь, и дальше ничего не будет подобного. Ну, с помидорами в целом, я думаю, будет более или менее все нормально. Загадывать, конечно, рано, но посмотрим. С учетом того, как они выглядели на момент высадки, даже напомню, некоторые писали, зрители канала, что из таких помидоров ничего путного вырастить не может. Ну, пока еще, конечно, не урожай. Но, во всяком случае, помидоры восстановились. И растут нормально. А дальше уж посмотрим. Вот эта тепличка. Вот это клубничка сорта Юля. Звязала немало ягодок. И уже начинает активно поспевать. Первые уже 2 литра собраны. Это взрослая клубника. Можно сказать, что старая. В этом году будет уже убираться. А вот эта клубника Юля-однолетка. То есть, усы прошлого года. Это самые урожайные кустики. Здесь наиболее крупная ягодка. Усы были высажены в прошлый год, в июле. И вот к этому времени уже активно плодоносит. Здесь немного экспериментальной морковки. Вот здесь некоторые цветы рассажены. Розочки понемножечку подрастают. Некоторые отцветают. Некоторые завязывают бутоны. То есть, понемногу разные сорта. А здесь 6 сортов. Они начинают себя проявлять. На единственной яблоньке, горноалтайке, зависть есть. Но ветра очень сильно ее обивают. И удерживается далеко не вся, к сожалению. Но все-таки, надеюсь, какой-то урожай будет получше. Вот здесь рядом с яблонькой, в полутене. Вот видно, сколько завязей обито ветром. И вот там видно маленький кустик клубнички. Это как раз та клубничка, которая выращена из семян. Один-единственный кустик у меня вырос. И вот он понемножечку подрастает. Уже акклиматизировался в грунте. Маленький, но вполне здоровый. Дальше будет, надеюсь, с ним все в порядке. Субтитры сделал DimaTorzok